Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Всем привет, с вами Priya. И сегодня мы обсудим артефактное ожерелье, а именно его изменения в обновлении 8.2. Собственно, очень много сейчас информации идет по этому обновлению. В нем все почти поменяется. Много различных нововведений будут. Об этом уже есть отдельный видосик. Можете зайти на YouTube-канал и посмотреть. Разработчики еще в январе дали нам некоторые намеки об изменении азеритовой шеи, а именно ее раскачки и каких-либо прочих различных улучшениях. Я даже маленько задокументировал себе эти изменения, и сейчас мы с вами их обсудим. Первое изменение, которое нас ждет, это то, что артефактное ожерелье будет больше походить на артефакты легиона, поскольку разработчики позаимствуют некоторые элементы той системы. Что это может значить? Это может значить то, что, скорее всего, мы будем раскачивать какие-то определенно уже фиксированные таланты, что, в принципе, неплохо. То есть мы будем знать, сколько плюс к ДПСу или там ХПСу мы получим при прокачке следующего уровня. А это просто замечательно. Второй пункт. Разработчики хотят избавиться от ситуации, когда по ходу дополнения игрокам приходится по нескольку раз открывать одни и те же азеритовые таланты. Поэтому все таланты азеритовой брони будут открываться сразу в момент получения предмета. Значит, оно будет прокачано все уже полностью. Это будет весьма интересно. Весьма интересно, насколько сильно это будет реализовано в плане требуемого левела. Если я, конечно, правильно понимаю эту механику. И, быть может, просто при повторениях каких-либо талантов они будут давать меньшую эффективность для игрока. Что, кстати, вполне возможно. Третий пункт. Прокачка уровней сердца азерот с помощью силы артефакта будет открывать для него новые умения. Часть из них будет активной. Например, с помощью сердца вы сможете наложить на союзника поглощающий урон щит или выставить перед собой и атаковать неприятеля потоком азеритовой энергии. А часть пассивной. Игроки сами будут выбирать и настраивать свои таланты. Ну, что-то смахивает на путь титанов альтернативное древо талантов, которое нам еще предлагали в катаклизме. Я помню анонс катаклизма, я помню все ролики, которые были по нему, все анонсы абсолютные. Я очень ждал пути титанов в тот момент, потому что я только начинал играть в Warcraft и, в принципе, для меня все нововведения были просто фантастическими. А если все-таки что-то аналогичное будет в текущий момент с сердцем азерот, то почему бы и нет? Четвертый пункт. Часть способностей сердца азерот будет зависеть от контента, в котором вы играете. Например, в рейдах и за победу над Асшарой, в эпохальных подземельях, за участие в ПВП, за выполнение заданий посланников можно будет получить разные таланты. Это будет похоже на разблокировку обликов артефактов в Легион. Посмотрим, как это реализуют. Не хочу ничего плохого и ничего хорошего говорить насчет этого, потому что немножко, увы, непонятно. Посмотрим, что из этого сделают разработчики. И все-таки, я думаю, эти обновления уже будут на ПТРе достаточно скоро, которые обновят до версии 8.2. И можно будет зайти все и потестить. Рост уровня знания сердца азерот вновь продолжится с началом третьего сезона. Да, это вполне логично. В текущий момент у нас число 29 марта, и 27 числа в среду мы получили последнее знание для нашего ожерелья. Что это значит? Значит то, что в текущий момент никакого сбрасывания силы артефакта просто-напросто не будет. То есть, если нам нужно для 45 уровня сердца азерот 38 тысяч силы артефакта с 45 до 46, значит до начала третьего сезона нам нужно будет 38 тысяч набрать. Третий сезон начнется со стартом 8.2. Быть может чуть позже. Ждем, надеемся, верим в то, что будут весьма хорошие обновления и нововведения для ожерелья. Какие у вас мысли насчет этого? Хотелось бы тоже услышать в комментариях. Быть может вы как-то с другой стороны на это смотрите. Смотрите на это очень плохо или наоборот очень хорошо. Для меня же наоборот. Любые нововведения, которые делаются в Варкрафте, идут только с хорошей стороны. То есть, игре уделяют время, над игрой заботятся, разработчики слушают игроков. А это весьма приятно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.